Вячеслав Яновский, вы являетесь заслуженным мастером спорта СССР, единственным олимпийским чемпионом по боксу 1988 года в Сеуле, и как оказалось потом, это вы последним являлись советским чемпионом олимпиады по боксу. Первая тема это советская школа бокса. Что для вас такое советская школа бокса? Для меня советская школа бокса это олимпийская награда. То есть есть советская школа бокса? Как такое понятие? Она возродилась в 23-м году в Санкт-Петербурге. В 24-м году был открыт первый зал бокса в Санкт-Петербурге. Назывался он динамовец, юный динамовец. И оттуда пошла советская школа. Потом был величайший, величайший, умнейший человек, градополок, который создал, вот создатель вот этой, как сказать, вот этой методики советской школы. Потом появлялись разные, много, много, очень много. Было людей, которые создавали, писали. Самое главное же, знаете, это вот недавно у нас прошел матч здесь по телевидению. Мы с Никитой делаем. И воспоминания о 80-х годах профессионального бокса, я скажу так, это воспоминания то, что мы сейчас вспоминаем с вами о советской школе бокса. Жалко, что у нас в то время мало осталось советских, советских фильмов про первооткрывателей бокса. Это очень, ну как бы сказать, это история, но такая очень маленькая. И потом, ну, сожалеешь о том, что нету двоев таких великих боксеров, как Королёв. Понимаете, да? Это как Мухаммед Али. Приблизительно одного формата. Неизвестно, кто бы выиграл. Вот так. Когда была школа, Донецкая школа в первую очередь, Армянская школа, Российская школа, РФСР. В Белоруссии были такие некоторые боксеры. Казахская школа бокса. Узбекская школа бокса. Почему они сейчас, в данный момент, у них столько олимпийских чемпионов? Потому что у них осталась та советская школа бокса. Они ее сейчас преподают. Владимир Цезарь Вечерню. Вы же наверняка знаете. Ну, конечно. Тренер Костя Дзю. Я с ним делал как-то эфир. Очень давно. Наверное, может, года-полтора назад. Также спросил этот вопрос. На что он ответил, что никакой советской школы бокса нет? Ну, у каждого свое мнение по этому вопросу. Знаете, ну, это было бы глупо и цивично так сказать о советской школе бокса. Что ее не было. Она была. У нас две школы выбор. В свое время, вот, в любительском боксе была школа в Соединенных Штатах Америки. И это был показатель, вообще, показатель всего бокса. Вообще всего бокса в мире. Между матчевой встречей СССР и США. Это был просто, ну, вам скажу так, человек, который выигрывал две матчевых встречи. Вот, допустим, вот, был у нас сейчас он живой, дай бог ему крепкого здоровья, Олег Козельский из Киева сам. Я с ним местным приходилось боксировать. Он поехал просто боксировать. Его взяли на матчевую встречу в Соединенные Штаты Америки. Он три боя провел там и три нокауты сделал. Приехала оттуда звезда. Звезда советского бокса. Я тоже, когда поехал в 85-м году, тоже провел два, не три, два матча провел. И оказался, ну, мне вручили там самый лучший, за самый лучший поединок и самый типичный советский боксер. Советский боксер. Значит, все-таки советская школа бокса есть. У нас, будем так вот, так говорить, Борис Николаевич ловучит, да? Кубок Баккера. Так просто никому не вручают, понимаете? И вот Олег Саитов, это вот переходной возраст между российской школой и советской. Он когда начинал, он еще советскую школу получал. Потом уже стала Россия, понимаете? Это все, все это все будет. И это, наверное, последнее поколение из наших советских боксеров, которые вот, как Олег Саитов и Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион. Но Олег Саитов получил кубок Баккера не просто так. Вы понимаете, это же... И опять-таки, заметьте, все говорили советская школа бокса. Ну да. Давайте вспомним Олимпиаду 1988 года в Сеуле. Вы стали там чемпионом. Знали ли вы всех своих соперников, с кем встречались, и ехали ли на этот турнир вы как лидер? Ну, так получилось, что до последнего, как бы сказать, мне было тяжело очень в смысле того, чтобы попасть в команду. Потому что мне тридцать один год. Это очень тяжело. Тридцать один год поехать на Олимпийские игры. Хотя, хотя, будем так говорить, у нас шесть человек, я шестым был, тридцать один год выигрывали Олимпийские игры. Наверное, у нас, наверное, генетически заложено это, где раскрывается полностью так, тридцать, двадцать, восемь. Вы знаете, когда я ехал на Олимпийские игры, мне было, с одной стороны, очень легко. Я участник Олимпийских игр. В то время, когда ты попадал в сборную команду Советского Союза, это был, как вам сказать, шок для спортсменов. Когда тебя зачисляли в сборную команду Советского Союза, а потом тебя зачисляли в сборную команду на Олимпийские игры, это вообще был просто. Поэтому я в самолете сказал, я участник Олимпийских игр. Со мной боксировал австралиец, чей 19-летний. Он рвался в бой просто. Он таран был, понимаете, таран. Ну, я не знаю, как получилось, но получилось так, что мне все судьи отдали 5-0. Я его просто обыграл. Просто обыграл. Телевизор и видео чуть-чуть смазывали. Но в первом раунде я вообще не получил ни одного удара. Не достигли меня. Но я нанесуал столько, что он во втором раунде вышел. Если бы он без капа, он мне точно отключил бы ухо. Он был злой. Из носа шел огонь. Понимаете? Он выложил все. В третьем раунде мне уже было легко. Второй раунд был очень тяжелый. Очень. А третий раунд я просто так, как сказать, играючи на легкой волне. Вот так вот все. Из всех на Олимпийских игр я провел шесть боев. И из шести у меня был только один датчанин, который, с которым я боксировал на Европе. Да. Ну, я его знал как боксера хороший. Ну, были игры у него. Но на Олимпийских играх на первой минуте, на первом раунде я ничего не мог сделать с ним. Я начал его гонять по рингу, а он меня начал обыгрывать. И когда я пришел в угол, Юрий Андреевич Схай, это тренер серии Краканайбаева из Казахстана. Мы сейчас, на сегодняшний день дружим. Я его очень обожаю и очень уважаю. Он так голову сквозь канаты проводит. Ян, ты что, с ума сошел? Я говорю, а что такое? Он говорит, ты что? Зачем ты за ним бегаешь? И меня как будто душом облили холодно. Вышел спокойно во втором раунде. Первый, второй, третий бой закончен. Самый тяжелый бой у меня был, конечно, с Теней за финал. Это тоже психология. А самый тяжелый бой, это был с кенийцем. Французского, как бы, происхождения. Вот, Теней это и Франция. Так вот, он живя во Франции, он там учился боксу. Потом вернулся в Кении, в Кении за Кению выступал. И я вам хочу сказать самый тяжелый. Во-первых, он у меня был выше по росту. Сам был, ну, темнокожий негр с Африки. Вот, такого синеватого цвета. И он левша был. Первый раунд был очень тяжелый. Второй. Но в третьем я его просто разбил. Просто разбил. И судьи тоже отдали 5-0. А, в общем, за шесть боев у меня четыре нокаута. Не бьющий боксер. Четыре нокаута, два 5-0. Так что, олимпийские игры начались. Я стоял в ринге. 2 октября они закончились. Я стоял в ринге. Психологически мне было очень легко. В смысле того, что меня ничего не внесли. Ну, как сказать. Мне ничего не надо было. А над Костей Дзю было давление такое. Костя, ты должен, ты обязан там. И он неправильно построил бой. Второй, третий бой свой. Понимаете? И получилось так, что Цулу проиграл. А я боксировал с Цулу. Ровно сорок одна секунда. Уже в профи мы с ним встречались. В девяносто шестом году я делал в Минске бои. В первом раунде на сорок первой секунде я его локутировал. В смысле того, что Костя это величина. И тогда он в прекрасной форме был. Но неправильная постановка распределения сил в бою дает свой результат. Обидно было, конечно. Но так получилось. Зато в девяносто первом году, когда он поехал на чемпионат мира, его ничего не гнетило. Он просто вышел, как бы сделал свои дела. Все. Понимаете? Психологически это очень сложно, когда ты выходишь на бой. И чуть-чуть происходит тормоз. Это я два раза себя ловил на такой мысли, что нельзя никогда зацикливаться в бою на то, что тебе надо. Ты хочешь или ты обязан кому-то. Ну, выходишь и сделаешь ту работу, которую делает. Когда Константин проиграл, это было неожиданностью. Все думали, что он станет чемпионом, да? Конечно, конечно, конечно. Вот это и действует на спортсмена очень плохо. Он молодой был. Ему исполнилось 19 лет. Он был молод, силен, красавчик был. Но так получилось. На этой же Олимпиаде боксировал Рой Джонс против корейцев в финале. Вы видели этот бой вообще? Да, конечно, конечно. Я уже был над опер-контролем, на огромном телевизоре. Смотрел бои вблизи. А телевизор был огромный. Где-то 3х3, наверное. Ну, экран такой, знаете. Сидишь, ждешь своей процедуры. А вот сдать все анализы, кровь и очередь там. И все это так получается. Сидишь, смотришь этот бой, первый раунд Рой Джонс. Ну, просто для меня это было... Вообще, я смотрел на раньше его бои на Олимпиаде. Это феномен был. Один из... Ну, конечно, там... Ну, как... Знаете, я вам скажу так. Это, наверное, и это мое личное мнение. Это были последние Олимпийские игры, где вмешивались американцы, начали вмешиваться в структуру споров. Там был случай такой. Американец боксировал с корейцем первый бой. Только начало. Я прождал полтора часа выйти в свой ринг. Полтора часа. Для того, чтобы провести бой. Они с корейцем и американцу не отдали победу. Он лег в ринге и лежал. Все приостановились в бои. Там продолжались на том ринге. Уже два ринга было. А на моем ринге и все. А я следующий пара. И не мог выйти. Потому что там скандал был. Там что-то разбирались. Это просто какой-то вот. Но что сотворил Рой Джонс там? Ну, конечно, вот как он поступил потом через 20 лет. Знаете, да? Вручили медаль. Да, да. И он выбросил ее. Но это были виноваты сами американцы в этом. Никто другой. Это американцы. Они уже на этой олимпиаде там творили все, что хотели. Наш отечественник Тимофей Скрябин на этой олимпиаде стал третьим. Помните ли вы, как он провел полуфинальный бой? Ну, я скажу так. Тимофей был красавчиком. Я его очень обожал, очень уважал за ту позицию, которую он отстаивал. Там же у нас тоже в сборной, знаете, сколько, сколько всего. Когда ты становишься чемпионом Советского Союза, это отдельная статья разговора. Это отдельная статья. Это не чемпионат России. Это, как вам сказать, это вот когда-то Борис Николаевич говорит, вы знаете, ребята, я не хочу вас обидеть. Но стать чемпионом Советского Союза в наше время с такими боксерами, как Агеев до финала может быть хорошо, но в финале это просто ужас. Он говорит, вынимал с меня душу. У нас как-то бокс скомкался, понимаете. Вот просто идет обмен ударов, удары, удары. Вот даже вот сейчас вот я был на России и просто, как сказать, ну, не с восторгом смотрел на чемпионат, понимаете. Нет индивидуальности. А индивидуальность это просто супер, когда есть, она присутствует у спортсмена. Вот последний наш боксер, вот олимпийский чемпион Баргит Адиев. Да, он просто уникальной личностью. Я восхищался его боями на последних олимпийских играх. Вот 2008 год, Алексей Тищенко, тоже индивидуальность. Вот эта вот индивидуальность, вот эта вот полоска, где он выявляет свое «я». И вот эта индивидуальность, она должна везде проявляться. В жизни, в спорте. И дай бог, чтобы у нас больше было таких спортсменов, которые проявляют индивидуальность. Не однообразие, а индивидуальность. Нет ног, нету последовательности, нету повторов, нету движения левой руки, передней руки, или левша, или правша. Когда движешь, появляется кто-то вот, раз-раз-раз, и потом смотришь, один кто-то такой, ну, очень бой, который, ну, доставляет тебе удовольствие. Ну, вот как-то так я. Как раз мы сейчас заканчиваем говорить про любительский бокс, переходим в профи. Можете ли вы назвать тройку лучших боксеров, любителей именно России, не Советского Союза? Мы начнем с Тищенко, двукратный олимпийский чемпион Саитов Олег. Я бы назвал тогда Бетербиева. Конечно, меня симпатизирует Бивол. Дима, он мало боксировал в любителях. А Бетербиев, все-таки Артур, он красавчик был в любительском спорте. Вот сейчас, в данный момент, возьмем так вот, Рэй Леонард и Дмитрий Бивол. Вот одна стезя. Хернс и Бетербиев. Одна стезя. Вот я вот посмотрел и могу сказать, что вот эти две величины на сегодняшний день. В 80-е годы в профессиональном боксе это было вот два человека и это. Вот последний бой Бетербиева, когда был, я смотрел то же самое. То, что было написано на листе у тренера, у него в голове, и это вышло в ринг. Просто супер. Переходим, получается, в профи. Вы стали чемпионом Олимпиады. Расскажите, как происходил переход в профессиональный бокс? Расскажите. ologie